всем привет сегодня 12 февраля 2022 год киевская область моя теплица как обычно и покажу вам шоколадный апельсин уже пора хотя бы частично его разгрузить потому что сейчас я расскажу поймете почему значит у него ну как бы он уже начал швыряться плодами конкретно у него уже отпал еще один плод вот смотрите вот этот вот плод у него отвалился вот этот маленький он уже просто весе потерял я его нашла неделю назад вот этот отвалился позавчера как бы показать камера чтобы показала его цвет у него конечно все таки я бы его назвала бронзовым он все-таки не такой уж прямой коричневый опять же потому что апельсины которые выросли у себя на родине в открытом грунте и в теплице все равно будет и мякоти расцветка и кожуры и какие-то может быть даже частично вкусовые качества они конечно будут искажаться в целом понятное дело что все признаки будут на лицо никуда от этого не денешься все таки сорт но до идеала до идеала такой как мы видим на картинках или в импортных видео мы до такого идеала наверное не сможем дорастить но опять же возможно где-то это получается но это не частые такие моменты все таки разница немножко наверное есть поэтому раз он уже их сбрасывает и сбрасывает он их уже не первый раз то есть это уже сейчас в данный момент учитывая вот эти два плода еще 35 и перед новым годом он скинул где-то потом где-то наверное в ноябре сшарашила один или два ну в общем так чтобы не углубляться в воспоминания я думаю что плодов 9 на нем было вот скорее всего не буду преувеличивать больше может быть и 10 но остановимся на 9 скажем это так что я так сходу быстро помню значит два года этот апельсин у меня восстанавливался я его два сезона тому назад приобрела апельсинки значит приобрела его вот если вы посмотрите вот это вот где вот такая этикетка это апельсин из питомника шоколадный навол апельсин из тинтори продавался по хорошей очень уценки но там получается из подвоя из этого пенька плодоножка сухая из него торчала веточка небольшая такая сантиметров наверное может быть 10 и все то есть но веточка была перспективная на ней по-моему даже пару листочков если я правильно помню было которые правда быстро отвалились корневую мне не показывали тоже просто продавался вот такой вот уцененный апельсин и я такое дело очень люблю то есть мне тут соблазняет не цена совершенно а такой знаете спортивный азарт то есть у меня есть таких довольно таки много у меня из деревьев которые вот я в таком состоянии приобретала это у меня и также ламапа и помела который я показывала недавно дегустацию без сорта грейпфрут он светет правда ничего еще не вязал кто тут у меня такой еще есть ну вот этот шоколадный что-то я сходу не вспомню пока там у меня еще такой был манго и авокадо у меня такой был тоже еле-еле с двумя листочками вот поэтому я говорю что я такое дело люблю мне это интересно и действительно после реанимационных моментов пересадки в общем там обследование корней когда уже с корнями мы вопрос порешали и все там были внесены необходимые вещества питательные корнеобразующие для того чтобы его как бы про пробудить и в принципе это довольно таки быстро произошло то есть я не скажу что с ним намучилась он очень-очень быстро отозвался на вот эти вот реанимационные моменты и в общем-то эта веточка почки проклюнулись и начала расти в общем ну как бы не переживала я совершенно я скажу больше даже него особо внимания не обращала и вот он поскольку это сорт довольно таки считается энергичные в своем росте и он такие хорошо начал расти прилично приросты такие у него пошли то есть я честно все равно несмотря на это я честно говоря я не ожидала что он зацветет и еще и столько навяжет еще и столько выносит значит на улице его не выносила так получилось что он пробыл все это время в теплице и летом тоже ну как-то хотя можно было принципе его размеры позволял то есть я такие самые такие огромные мы не вытаскиваем вот и ну что-то я не знаю что то я его оставила вот почему так вот он у меня причем я вот там вот в углу где у меня сейчас камелия он как сейчас помню в той местности даже были такие периоды когда ему солнце было маловато вот но понятно клещ так тоже мимо него не прошел ну вот смотрите как он выглядит сейчас приросты у него довольно таки свежие неплохие то есть сейчас его высота ну метр наверное где-то приблизительно что-то такое метр может быть совсем с небольшим еще раз повторюсь значит было цветение на которое совершенно не обращала внимание ну вообще вот как-то я вокруг него не ходила даже даже вот вообще по моим наблюдениям очень часто так случается когда ты не обращаешь вниманием так вот мимо ходишь она себя взяла себе тихонько тихонько и навязала его тут та же самая ситуация получилась я дайте когда после того как вот он обрастал все таки плюс у меня ситуация была есть я вам рассказывала да пора например вот лимон роса который сейчас припадки взялся цвести тоже у него был реанимационный период два года наверно да вот его единственный плод то есть он так как-то знаете но он до этого до того как он у меня заболел я вот чуть не потеряла тоже у него был по моему один или два плода кстати говоря красных реально таких вот как на картинке получились даже сама удивилась сейчас тоже он цвет слегка меняет но вот интересно будет ли он красный или отвалится гад но тут как-то знаете он не щедрый в этом плане а тут я смотрю столько плодов на это зал думаю да ладно поскидывает то смотрю они увеличиваются увеличиваются думаю что-то он скинул конечно таком в мелком состоянии в младенческом вот а потом когда посмотрела думаю ничего себе и потом он начал видно что он уже не будет оранжевым я обрадовалась что тут опять же нету пересортицы слава богу ну кстати эта этикетка еще на нем старого образца тинтере когда они себе не позволяли мне кажется такого в основном вот эти вот новые этикетки красивые как я уже показывала типа ленца вот когда вот такие этикетки вот начали мне приходить вот начались и беспорядки с этого момента вот сортом значит ну смотрите сейчас тогда взвесим попробуем в отношении цвета сами видите нам сейчас еще сравнение покажу мы сейчас сходим кто тут у меня поблизости у фуку мото я показывала уже он они видите не дотянусь просто по расцветке видите видно плюс там у меня еще есть апельсин правда апельсины это недозрелые они но все равно все равно можно заметить что зеленые щука не не очень хорошее сравнение не очень хорошее сравнение раз еще дойдем к другим апельсином вот который типа пернамбука типа вот видите какой цвет такой бронзовый и конечно же говорю что открытый грунт яркое солнце с утра до вечера испания италия конечно же это не теплица поэтому естественно ну это хорошо сейчас будем пробовать совершенно беспрепятственно сорвался третий апельсин он оказался больше всех но повторюсь вот этот вот мне кажется он просто потерял в весе основе весим он неделю уже у меня лежит 130 150 и 166 165 900 166 166 вот такие вот по весу получились значит смотрите здесь сначала разрежем мы тот апельсин который неделю назад отвалился все шатается вы не представляете какой это ужас это штатив этот что приютилась тут меня в задницу колит меня интердонат ветка ой что вам сказать когда я уже здесь красиво расположусь и интеллигентно все покажу когда здесь уже у меня будет попросторнее ай надеюсь в следующем году ну не в следующем году я имею ввиду в этом году но уже концу осени хотя бы а может быть и раньше как не успеют со стройкой значит вот это апельсин который отвалился неделю назад и и давайте еще мы вот этот вот тогда который папа за вчера красивенько режется прекрасно я думаю чистится он тоже отлично на вал эти все апельсины хорошо чистятся до лично ну сейчас попробуем хотя знаю чего от него ожидать апельсин вкуснейший сладкий знаете характеристиках пишут что кислинка там какая-то не знаю я не ощутил просто реально сладкий как сладкие пупочные как вашингтон навол как фишер навол просто сладкий классный апельсин даже сказала очень сладкий он даже более сладкий гораздо слаще чем фишер навол вот недавно я показывала дегустацию я его очень тоже люблю он более сладкий и вы знаете он посложнее по вкусовым своим качеством вкусовая гамма такая я описать ее не могу конечно я не профессиональный дегустатор но можете мне поверить что не все тут так просто то есть какое то какое то такое вот оно интересное очень классный вкус то есть вот его если допустим фишер навол особо не отличите его вкусовые качества то здесь реально это да это это другой немножко апельсин он сладкий он очень сочный перегородки не ощущается косточек нету чистится прекрасно запах аромат стандартный то есть апельсиновый нет такого удивительного какого то но вкус вкус не простой то есть посложнее классный апельсин но в принципе я и знала что он вкусный может быть просто вот эту вот свою необычную вкусовую гамму он приобрел когда он уже созрел потому что когда у меня здесь отваливались плоды значит в том числе вот один у меня я сбила его вообще в ноябре что ли даже в октябре ну зеленый он совершенно был он уже тогда был вкусный и перед новым годом ну сейчас вы не представляете просто сейчас вот я как съела сахар или вот дайте выпила такую воду такой сироп сахарный я вам просто вот настоятельно рекомендую этот сорт очень хороший апельсин то есть вообще без вариантов если бы допустим я вам когда говорила насчет фишернава вашингтонал выберите какой-то из них то этот надо брать однозначно должен быть тем более смотрите как он себя показал в плане в плане урожайности то есть после восстановления такое совершенно небольшое деревце завязала выносила ну пусть не все полноценно пусть что-то он сбросил но все равно в данный момент учитывая еще предыдущий плод ну вот шесть полноценных реально вкусных плодов эти конечно все таки я еще наверное на недельку оставлю потому что смотрите если сравнивать цвет все таки ну немножко им надо если конечно эти эту недельку или может чуть больше они будут солнечные то процесс пойдет быстрее но в любом случае с двумя плодами ему уже все таки полегче чем с пятью шестью так что так чтобы подытожить я от него в восторге ну это мой это мой реально апельсин не знаю никакой кислоты я тут не заметила какая-то легкая кислинка не знаю где ее взяли он просто он просто очень-очень сладкий обалденной консистенции очень необычный и по урожайности показалось по неприхотливости несмотря на свою крутизну что это в общем-то относительно и новый сорт и тоже интересный кожура такая необычная у него на самом деле он себя ведет очень просто без всяких заморочек как любой другой апельсин даже сказала еще и проще ну по крайней мере вот у меня так получилось с ним если у меня тут там четыре сезона вот это вот он мне руки крутит и кровь пьет потом есть у меня тут такие потом этот господи как он называется валенсия лейт раздражает я бы сказала своими вот этими моментами то завяжет то он сбросит и растет как раскоряка некрасиво а здесь я вам хочу сказать что он еще такой компактный довольно таки вот например если тот же фишер навал вот он у меня посмотрите это же кустище широкое и никак с ним ничего нельзя сделать то есть он все равно будет широким больше вширь хочет расти чем высоту а здесь смотрите как он компактненько как он так вот его подвергается прекрасно он ну формировки в плане габитуса то есть его можно вот так вот хорошо его прикрепить он все будет так вот ровненько красивенько располагаться не раскорякай очень достойный сорт обязательно обязательно заводите он вам ну не может не понравится так что оставляйте комментарии всего хорошего благодарю за внимание до свидания